Здравствуйте! Представляю вам свою маму, Шелагину, от рождения с Эльбек Магрину Яновну, которая недавно, 11 февраля 2013 года, исполнилась 88 лет. Мама пережила блокаду Ленинграда, которая намертво врезалась в свою память, так же, как и стихи Ольги Бергулли с тех страшных дней. Пожалуйста. В первый, самый губительный год войны, мы, умирающие от голода, слушали по радио Ольгу Берггольц, которая тоже, умирая от голода, читала свои только что написанные стихи. Голос Ольги Берггольц сопровождал нас всю блокаду. И мне хочется прочитать вам сейчас некоторые ее стихи, из которых я позволила себе сделать небольшую композицию. «Февральский дневник» 1942 года. Был день как день. Ко мне пришла подруга. Не плача, сказала, что вчера единственного схоронила друга, и мы молчали с нею до утра. Мы съели хлеб, что был отложен на день. Один платок запутались вдвоем, и тихо-тихо встала в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном. И стыли ноги, и томилась свечка. Вокруг ее слепого огонька Образовалось лунное колечко, Похожее на радугу слегка. Когда немного посветлело небо, Мы вместе вышли за водой и хлебом, И услыхали дальние канонады, Жидающий тяжелый мирный губ. То ажмия рвала кольцо блокады, Вела огонь по нашему врагу. А город был вдремучий обран иний, Уездные сугробы, тишина. Не отыскать в снегу трамвайных линий Одних полозьев жалобы слышна. Скрипят, скрипят по Невскому полозьи, На детских санках узеньких смешных, В костюрах воду голубую возят, Дрова и скарб умерших и больных. Так с декабря кочуют горожане За много верст в степной туманной мгле, В глуши слепых, обрезеневших зданий, Отыскивая угол потеплее. Вот женщина ведет куда-то мужа, Седая полумаска на лице, В руках бидончик – это сок на ужин, Свистят снаряды, свирепеет стужа. «Товарищи, мы в огневом кольце!» А девушка с лицом за индивелом, Упрямо стиснув почерневший рот, Завернутое в одеяло тело, На Охтинское кладбище везет. Идет, качаясь, к вечеру добраться, Глаза сурово смотрят в темноту. «Скинь шапку, гражданин!» Провозят ленинградца, Погибшего на боевом посту. Как мы в ту ночь молчали! Как молчали! Но я должна! Мне надо говорить! С тобой, сестра по гневу и печали, Прозрачны мысли, и душа болит. Уже страданиям нашим не найти ни меры, Ни названия, ни сравнения. Но мы в конце тернистого пути И знаем близок день освобождения. Наверное, будет грозный этот день, Давно забытый радостью отмечен. Наверное, огонь дадут везде, На все дома дадут, Как целый вечер. Двойную жизнь мы сейчас живем. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, Мы дышим завтрашним счастливым светлым днем. Мы сами этот день завоевали. О да! Мы счастье страшное открыли, Достойно невоспетая пока, Когда последнюю коркою делились, Последнюю щепоткой табака, Когда вели полночные беседы У бедного и дымного огня, Как будем жить, Когда придет победа, Всю нашу жизнь по-новому ценя. Да, мы не скроем, В эти дни мы ели землю, клей и ремни, Но, съев похлебку из ремней, Вставал к станку упрямый мастер, Чтобы точить орудий части, Необходимые войне. И он точил, Пока рука могла производить движение, И если падал, У станка, Как падает солдат в сражении. А на Литейном был один источник. Трубу прорвав, Подземная вода, Однажды своплен, Вырвалась из почвы И понеслась, Смерзаясь в глыбы льда. Вода неслась, Премяя и коченея, И люди в страхе жались перед нею, Но вдруг один, Устал пережидать, Ожесточась, Пошел по кромке льда. Ожесточась пошел, Но не прервался, И, сбит волной, Свалился на ходу, И вмерз в поток, И так лежать остался, Там на Литейном, Видный всем во льду. А люди утром прорубь Продолбили невдалеке, И длинной чередой К его прозрачной ледяной могиле До марта приходили за водой. Сестра моя, Товарищ, Друг и брат, Ведь это мы, Крещённые блокадой. Нас вместе называют Ленинград, И шар земной гордится Ленинградом. Двойной жизнью Мы сейчас живём, В грязи и в стужи, В голоде, В печали. Мы дышим Завтрашним, Счастливым, Светлым днём. Мы этот день Уже завоевали, И ночью будет, Утро или вечер, Но в этот час Мы встанем И пойдём В воительнице Армии навстречу В освобождённом Горде своём. Мы выйдем без цветов, В помятых касках, В тяжёлых ватниках, В промёрзших Полмасках, Как равные Приветствую войска. И крыльями Чевидной расправив, Над нами встанет Бронзовая слава, Держа венок В обугленных руках. Дорога жизни. Холодный, Бледный свет луны. Снега сияют Иступлённо. И с неприступной Вышины Врагу отчутливо Видны Внизу идущие Колонны. И воет, Воет Небосвод, И свищет Воздух, И скрижещет Под бомбами Ломаясь лёд, И озеро В воронках Плещет. Но Вражеской бомбёжке Хуже, Ещё мучительней И злей Сорокоградусная Стужа, Владычущая На земле. Казалось, Солнце Не взойдёт, На веки Ночь В блестящих Звёздах, На веки Лунный свет И лёд, И голубой Свистящий Воздух. Казалось, 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 Что конец земли. Но сквозь Остывшую планету На Ленинград Машины шли. Он Здесь ещё, Он рядом Где-то. На Ленинград, На Ленинград, Там на два дня Осталось хлеба, Там матери Под тёмным небом Толпой У булочных Стоят, И дрогнут, И молчат, И ждут, Прислушиваются Тревожно. К заре, Сказали, Привезут. Гражданочки, Держаться можно. И было так. На всём ходу Машина Задняя осела. Шофёр вскочил, Шофёр на льду, Но так и есть Мотор заела. Ремонт на пять минут Пустяк. Поломка – это не угроза, Но рук Не разогнуть никак. Их на руле Свину морозом. Чуть разведёшь – Опять сведёт. Как быть? Стоять, Других дождаться. А хлеб Две тонны Он спасёт Шестнадцать тысяч Ленинградцев. И вот В бензине руки Он смочил, Поджёг их От мотора, И быстро Двинулся ремонт В оттаивших руках Шофёра. Вперёд, Как ноют Волдырии, Примёрз Закварежком Ладони, Но он доставит Хлеб, Пригонит К хлебопекарде До зари. Шестнадцать тысяч Матерей Свой хлеб Получит На заре. Сто двадцать пять Блокадных Грамм С огнём И кровью Пополам. Воронья Воронья гора. Та высота Проклятая, С которой Три года Немец Вёл Корректировку Всего Артиллерийского Огня. Когда Прижимали Солдаты В сражении К земле И уже Не могли Оторваться, Всегда Находился В такое Мгновение Один Безымянный, Умевший Подняться. Не все Имена Поколения Запомнили, Но в этот Гремящий, Слыкающий Полдень, Безусый Мальчишка, Гвардеец И школьник Поднялся И цепь Атакующих Поднял. Он знал, Что такое Воронья гора. Он Встал И шепнул, А не крикнул. Пора! Он полз И бежал, Разъебался И гнулся. Он звал И кричал, И карабкался В гору. Он первым взлетел На неё, Обернулся И ахнул, Увидев Открывшийся город. И может быть Самый Счастливый На свете, Всем сердцем В тот миг Торжествуя Победу. Он В смерти Мгновенной Своей Не заметил, Ни страха, Ни боли её Не изведав. Он Падал Лицом К Ленинграду, Он Падал, А город Стремительно Мчался Навстречу. Впервые За долгие Годы Снаряды На улицу К нам Не ложились В тот вечер. И звёзды Сияли Как в детстве Спокойно Над гордом Тёмным Уставшим От бедствий. «Как тихо Сегодня У нас В Ленинграде!» Сказала сестра И заснула И заснула Как в детстве. Как тихо Промолвила Мать И вздохнула. Так Вольно Давно Никому Не вздыхалась. Но Сердце, Привыкшее К смертному Гулу, Забытой Ночной Тишины, Испугалась. Колыбельное Глядущим Поколением Здравствуй, крестник Красных Командиров, Милый Вестник, Вестник Мира. Сны Тебе Спокойные Бризнятся, Битвы Стихли На земле Родной. Люди Неба Больше Не боятся, Небо Озарённого Луной. На синей Глубине Эфира Голубые Облака Плывут. На могилах Красных Командиров Мудрые Терновники Цветут. Ты Проснёшься На земле Цветущей, Вставшей Не для боя, Для труда. Ты И слышишь Ласточек Поющих. Ласточки Вернулись В города. Гнёзда Вьёт они И Не боятся, Вьёт В стене, Пробитой Под окном. Крепче Будет Гнёздышко Держаться, Люди Больше Не покинут Дом. Так светла Теперь Людская Радость, Словно К миру Прикоснулась Вновь. Здравствуй, Сын мой, Жизнь Моя, Награда. Здравствуй, Победившая Любовь. Всё. В последнее время Мама Многое работала над своими воспоминаниями, которые были опубликованы. С ними вы можете познакомиться на сайтах Шелагина РФ и Бекман РФ. Это воспоминания о войне и блокаде Ленинграда, о детстве и послевоенной жизни, о семье и работе в различных научных учреждениях лесного и сельского хозяйства. Удивительная работоспособность присуща Ирине Яновне, несмотря на солидный возраст. Желаю тебе, Мама, дожить до 100 лет и пережить этот рубеж.